Девушки отдыхают Матч с оттенком скандала, чье поведение в игре Нижнего Новгорода и Сочи вызвало недовольство футбольных болельщиков. Палки в руки и вперед! Кто порадовал нижегородских любителей скандинавской ходьбы своим присутствием на фестивале? Оплевуха от охранника, за что сотрудник ЧОПа ударил подростка? Учебный год уже близко, сколько сейчас стоят атрибуты школьной корзины? И торпеда в форме. Чем отличается экипировка этого сезона и когда болельщики смогут увидеть команду на льду в новом облачении? Свою работу в эфире продолжает служба новостей город. Меня зовут Дмитрий Карпов. Здравствуйте! Поговорим о главных событиях понедельника и минувших выходных в Нижнем Новгороде. И вот с чего начнем. Недоразумение или провокация поведения футболиста команды Нижний Новгород Виталия Фидорива в самом начале матча против клуба «Сочи» спровоцировала гнев болельщиков. Спонсор темы дня – автосалон «Лада Юникор». Украинский защитник Нижегородского клуба не стал поворачиваться в сторону российского флага во время исполнения национального гимна. На этот факт обратили внимание фанаты обеих команд. Видео такого поведения со стороны Фидорива сразу же попало в сеть. В интернете развернулось бурное обсуждение поступка футболиста. На мой взгляд, за подобной демонстрацией надо увольнять. Нет у тебя уважения к стране и ее гимну – твое дело. Но и будь последовательным. Не надо туда ехать и там работать. А если приехал, то проявляй уважение. Среди осуждающих поведения Фидорива оказался депутат Государственной Думы, член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев. Ты не уважаешь гимн России? А деньги, которые ты зарабатываешь в нашей стране, ты уважаешь? Или ты живешь по принципу «деньги не пахнут?» Уезжай к себе на Украину и зарабатывай там, раз ты так относишься к гимну той страны, в которой живешь и работаешь. Когда команда вернулась в Нижний Новгород, пресс-служба горожан опубликовала комментарий по поводу произошедшего, который дал сам защитник. Я человек верующий, и когда выхожу на поле перед игрой, всегда произношу слова молитвы. Так было и вчера. Мое глубокое убеждение, что спорт вне политики. С уважением отношусь к гимну и флагу любой страны. Так что прошу в моих действиях не усматривать никакой политической подоплеки. Тем не менее, такой ответ мало кого устроил. Тот же Игорь Лебедев требует, чтобы клуб публично наказал своего игрока штрафом или иными санкциями, которые применяются внутри команды. Как сыграли команды и с каким счетом завершился матч, расскажем во второй части нашего выпуска. Ну а сейчас поговорим о городском культурном наследии. Не словом, а делом выразить любовь к родному городу. В столице Приволжи открылся фестиваль «Том Сойерфест». Он объединил городозащитников и волонтеров, готовых собственными силами восстанавливать исторический облик кварталов Нижнего Новгорода. Первым в рамках фестиваля «Том Сойерфест» в этом году восстановят фасад дома номер 18 по улице Короленко. Здание было признано выявленным объектом культурной среды только в этом году. Дом является образец типичного для рубежа 19-20 веков синтеза профессиональной архитектуры классической школы с элементами народного зодчества. Так получилось, что дом был запроектирован для мещанки Скворцовой. Мы видим совершенно потрясающие два элемента около окна фронтона в виде прозябшего ростка, вырастающего из соляра и символа солнца. Выбор городозащитников пал именно на этот дом не только потому, что здание представляет собой особую культурную и историческую ценность. Затягивать с ремонтом фасада больше нельзя. Здание требует проведения хотя бы косметических работ. Планируется провести фасадные противоаварийные работы, то есть это очистка и покраска фасадов в соответствии с утвержденным колерным паспортом. Все работы будут вестись под присмотром специализированной организации, имеющей лицензию на производство данных работ. Отмечу, что Нижний Новгород стал 23-м городом, который присоединился к проекту Томсуэрфест. В рамках этого фестиваля за последние два года в столице при Волжье силами волонтеров был восстановлен облик 28 деревянных домов. Если вы хотите помочь своими руками сохранить историческую архитектуру на улицах Нижнего, приходите к 17.00 по адресу улица Короленко, 18. Работы будут вестись до 10 сентября. Другим темам прокуратура спросила с мэра города Владимира Панова за Волжскую набережную. Поводом стало то, что она разрушилась, а прилегающее к ней пространство затопило. Напомню, Волжскую набережную размыло в июле после сильных дождей. Грунт вынесло на проезжую часть, на пешеходных дорожках образовались провалы. Сейчас откос земляного полотна восстановлен, покрытие дороги полностью очищено от грунта. Выявленные прокуратурой нарушения продолжают устранять. Внутри сетевой роуминг по России отменят с 1 сентября. Напомню, год назад Федеральная антивонопольная служба вынесла предупреждение большой тройки операторов сотовой связи относительно необоснованно высоких цен на стоимость звонков внутри страны. Исполнить предписания операторы должны были до 15 декабря 2018 года. Отмечу также, что ряд компаний отменили плату за входящие звонки внутри сети при поездках по России. С 21 по 25 августа на участке улицы Лоскутова от проспекта Ильича до проспекта Кирова ограничат движение. Такие меры связаны с обеспечением безопасности в дни хоккейных матчей. 21, 22 и 24 августа проехать через перекрытый участок не получится с 10 часов утра до 8 вечера. 25 августа движение будет закрыто с 8 часов утра до 5 вечера. Сентябрь порадует нижегородцев теплом. В первой половине месяца температура воздуха составит около плюс 20 градусов, при этом без осадков. К слову, вероятность бабьего лета в наших районах составляет примерно один раз в 4 года. В среднем же температура воздуха в сентябре будет близкой к норме. Плюс 9, плюс 11 градусов. Ну а мы продолжаем. Палки есть, а лыжи не нужны. Такова вкратце суть забавы под названием «Скандинавская ходьба», которая в минувшие выходные привлекла нас в фестивале тысячи нижегородцев. Лицо спортивного события известна телеведущая Лариса Вербицкая. Главной гостью фестиваля стала телеведущая Лариса Вербицкая. Она открыла соревновательную часть, стартовав вместе с самыми возрастными спортсменами от 71 года. Я 6 лет увлечена скандинавской ходьбой. Мы это делаем вместе с мужем. По всему миру это движение стало очень популярным. В два раза сокращается риск инсультов и инфарктов. Бич сегодняшнего времени. На 90% задействуется больше мышц всего тела по сравнению с обычной ходьбой. И так далее и тому подобное. Улучшается кровообращение мозга, улучшается память, улучшается настроение. Вот со словом «плюс» можно говорить об очень многих позитивных тенденциях скандинавской ходьбы. Фестиваль собрал около 4 тысяч человек. Правда, непосредственно в соревнованиях приняли участие полтысячи пришедших. А остальные гости довольствовались мастер-классами от профессионального тренера и пробной прогулкой на дистанцию в один километр. Нижний Новгород у нас в этом году завершает компанию на этот год. Это уже девятый фестиваль. Задача перед компанией состоит в том, чтобы популяризировать и развивать в массы скандинавскую ходьбу. И наша задача – охватить как можно больше региона. Мастерская ходьба – это как раз щадящий вид фитнеса, вид спорта для людей 50+, которые уже более пожилого возраста. Это очень доступный вид фитнеса и полезный, если им правильно заниматься. За два года существования фестиваль успел охватить 9 городов и 2,5 миллиона человек. Первый городской любит эксперименты. И сегодня Надежда Рожнова снова выступит в роли разоблачителя мифов. На этот раз мы проверим прочность яичной скорлупы. Всем привет! Сегодня у нас снова моя любимая рубрика «Разоблачение мифов». И сегодня мы проведем эксперимент с яйцами. Говорят, что десяток яиц способен выдержать вес любого человека. Весишь ли ты 15 килограммов или 100. В общем, сегодня будем проверять. В общем, я выбрала десяток из первой категории. И самое главное, чтобы они все были не треснутые, не поврежденные и стояли определенным концом вверх. Я предпочитаю, чтобы верх был остренько. Ну, такой, типа массаж сразу. И эксперимент, и массаж. А если они лопнутся? Это будет ужасно. Я буду пахнуть яйцами. Острыми концами вверх. Знаешь, какое у меня подозрение? Они... Вот одно другого размера здесь. Оно может нас подвезти. Ну, в семье не без урода. Я решила сразу подстелить пакеты, чтобы избежать фейла и не мыть полы. В чужом здании. Это один десяток. Теперь второй. В общем, пять секунд до начала эксперимента я чувствую себя как челентано, только яичный такой прям. В общем, я испугалась, и мы позвали специально обученного человека, который меня держит за руку, чтобы мне было не так страшно. Я готова. Раз. Ну, держи, что ты меня держишь, как будто шарик этот собаку вывел погулять. Нормально, держи, чтобы вес распределился на яйца и на тебя. Два. Три. Это ужасное ощущение. Я просто неправильно встала. Если честно, мне затуманилось все в голове. Раз, два, три. Я все запрызгала еще и сны. Господи, это отвратительно, это отвратительно, это отвратительное ощущение. Да прям, уходи отсюда, ты не помог вообще. Эксперимент завален. И теория о том, что яйца, видите ли, могут выдержать вес любой. Неправда. Надежда Рожнова и ее грязные ноги. Жестокая ревность с примесью газа в Держинске. Дружеский визит к супружеской паре закончился гибелью женщины. Муж приоревновал жену к приятелю и избил ее до смерти, после того, как гость ушел. Ну, а потом пустил в квартиру газ. Почувствовав резкий запах, соседи вызвали экстренные службы. Тело убитой женщины обнаружили спасатели. О других происшествиях в регионе расскажет Валерия Стародумова. Спонсор рубрики «Место происшествия» – оптовые ярмарки России. Здравствуйте. В деревне Физовка произошел пожар. Загорелась деревянная баня. Клубы серого дыма были видны на расстоянии нескольких километров. На место оперативно прибыли пожарные. Перекинуться настоящий рядом деревянный дом огонь не успел. Пострадавших нет. Экспертам предстоит установить причины случившегося. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Пожар произошел на улице Ларина. На проезжей части загорелся КАМАЗ. Водитель успел вовремя покинуть салон автомобиля. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. В результате пожара выгорели кабина и моторный отсек. Огонь тушили силами двух единиц техники. По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности грузовика. Авария произошла на трассе М7. В Держинском районе столкнулись большегруз и легковушка. Удар прижился в левое крыло Хюндаем. По версии сотрудников ГИБДД, виновником аварии стал водитель фуры, который не выбрал безопасную дистанцию. В ДТП пострадала девушка, находившаяся за рулем иномарки. Ей потребовалась госпитализация. Авария произошла в районе деревни Хвощева. Серебристый Киарио вылетел в Кювет. По предварительной версии, девушка за рулем иномарки уходила от лобового столкновения с автомобилем, который двигался во встречном направлении. По словам очевидцев, водитель неоднократно пересекал сплошную, чтобы обогнать другие машины. В результате аварии травмы получила автоледи и двое детей. В одном из дворов Нижнего Новгорода водитель сбил ребенка на велосипеде. Инцидент зафиксировала камера наблюдения. На кадрах видно, как белая иномарка заезжает на парковку. Мальчик пытается объехать машину сзади, но водитель просто не видит его в зеркала. Ребенок вместе с велосипедом оказывается под колесами авто. В результате наезда мальчик травм не получил. Оценку действиям водителям предстоит дать дорожно-полицейским. На этом обзор криминальных событий завершен. Но если вы стали очевидцами происшествия или аварий, присылайте видео на нашу электронную почту. Канал 1ннсобакамейл.ру и в группу первого городского телеканала ВКонтакте. И в продолжение рубрики «Конфликт поколений». В одном из саровских продуктовых магазинов охранник напал на подростка. Звонко пощерчине предшествовал разговор с использованием нецензурной лексики, а после мужчина отшвырнул ребенка в угол между дверью и стеной. Такое поведение взрослого человека при исполнении своих обязанностей стало предметом доследственной проверки. Выяснилось, что в начале августа компания несовершеннолетних подростков в помещении магазина на улице Ленина баловалась зажигалками. Работники торгового объекта вызвали сотрудников частного охранного предприятия, с одним из которых и произошел конфликт. Ребенок за медицинской помощью не обращался, а действия охранника по результатам проверки получат соответствующую юридическую оценку. От происшествий переходим к экономическим темам. 50 миллионов рублей на социальный транспорт. По распоряжению президента России Нижегородская область получат деньги на покупку 22 автобусов и 8 автомобилей, чтобы организовать доставку детей из малообеспеченных семей, а также инвалидов, в оздоровительные и реабилитационные учреждения региона. В других бизнес-новостях расскажем далее. Средняя цена на школьную форму к началу учебного года составила в Нижнем Новгороде 800 рублей. Рюкзак продается в среднем за 1200, а констовары за 250 рублей. Кроме этого, в корзину школьника входят туфли, блузка и необходимая для учебного процесса мебель. Нагорный дворец спорта запланировал ремонт внутренних помещений на предстоящий сезон. За 2,5 миллиона рублей обновят раздевалки, тренажерный зал, холлы, кассы, подвалы и лестничные клетки. Выбор подрядчика назначен на 23 августа. Единую цену на водку крепостью до 40 градусов включительно установили в России. Теперь минимальная цена этого продукта составляет 205 рублей, ранее – 190 рублей. В Минфине повышение объяснили ростом акциза на крепкий алкоголь, увеличением тарифов на электроэнергию и удорожанием производственных затрат. Средний чек в России, по данным за июль, составил 496 рублей. Затраты граждан во время разового похода в магазин продолжают снижаться четвертый месяц подряд. Сильнее всего размер среднего чека снизился в гипермаркетах, а вот магазины традиционной торговли продемонстрировали рост почти на 2%. По данным Центробанка, курс американской валюты на выходные – 67 рублей 8 копеек, европейской – 76 рублей 53 копейки. Цена за баррель нефти марки «Бренд» – 72 доллара 12 центов. Проверить свои силы в забеге, сдать нормы ГТО, поиграть в бейсбол и бадбинтон или познать азы йоги. В Нижнем Новгороде состоялся фестиваль «Прокачай себя». Праздник спорта посетили более 6000 участников. Нижегородцы могли проверить свои силы в 15 видах спорта – от воркаута до тяжелой атлетики. Занятие нашлось и для самых маленьких. В детской зоне ребята учились жонглировать и соревновались в скорости езды на беговелах. Для взрослых же организовали мастер-классы с олимпийскими чемпионами. В этом году фестиваль «Прокачай себя» решили провести на площадке около стадиона «Нижний Новгород». Это очередное доказательство того, что объекты, построенные к чемпионату мира по футболу и их инфраструктура, привлекают горожан и после окончания мундиаля. Продолжаем тему спорта и сейчас расскажем, как же в итоге завершился матч между Нижним Новгородом и клубом «Сочи», а также в какой форме торпеды выйдет на первую игру. ФК «Нижний Новгород» победил команду «Сочи» в матче седьмого тура первенства футбольной национальной лиги. Единственный гол забил Павел Игнатович на 32-й минуте игры. Теперь нижегородцы находятся на третьем месте в турнирной таблице в двух очках от «Краснодара-2», который также не потерпел ни одного поражения и занимает первое место в турнирной таблице. Хоккейный клуб «Торпеда» представил новую форму. Главное отличие обновленных свитеров в том, что все изображения на них нанесены вышивкой, а в цветовой гамме стало меньше красного. Первая игра, на которой можно увидеть команду в новой форме, состоится 3 сентября на домашнем матче с Петербургским СКА. Россиянин Эльнур Закарин станет капитаном швейцарской команды «Катюши Апельцины» на престижной многодневной шоссейной велогонке «Вуэльта». Также в состав команды были включены российские велогонщики Павел Кочетков и Павел Сиваков. «Вуэльта» пройдет с 25 августа по 16 сентября по дорогам Испании и Андорре. Гонка стартует в Мадриде. Сербский теннисист Новак Джокович стал первым победителем всех турниров «Мастерс» в США. В финальном матче он в двух сетах обыграл вторую ракетку мира швейцарца Роджера Федерера со счетом 6-4-6-4. Трогательный момент произошел во время матча второго тура чемпионата Голландии. Спортивный клуб «Фиенорд» раз в год приглашает детей из Софийского детского госпиталя на домашний матч чемпионата Голландии. К 19-й минуте игры весь стадион встал, люди начали хлопать и петь, а на местах, где сидели дети из госпиталя, посыпался настоящий дождь из плюшевых игрушек. Фестиваль индийской культуры в Нижнем Новгороде. Что опаснее, нож или лопата, а также женщина, которая вяжет своих родственников? Чему еще удивлялись интернет-пользователи, расскажем в нашем обзоре социальных сетей. Спонсор рубрики соцсети «Небельные мастерские Перетяжкина». С песнями, танцами и яркими нарядами в Нижнем Новгороде отметили один из самых древнейших праздников на Земле – Радха Ятра. Все прошло в стиле индийского кино. Это тот случай, когда даже если ты не хочешь танцевать, толпа все равно заведет тебя в самый эпицентр плясок. А там, по традиции, ты найдешь и брата, и сестру, и вообще переедешь в Индию. Мое кунг-фу лучше твоего или Mortal Kombat в Нижегородских дворах. ЧА-ЧА-ЧА-ЧА Непонятно, что не поделили эти мужчины, но лопата против ножа – это, конечно, мощно. Ох уж эти суровые дворы города, чего тут только не увидишь. Поднять паруса. На Горьковском море завершилась 39-я всероссийская парусная регата. В соревновании приняли участие 37 экипажей с разных уголков страны. А вы все в Анапу, да в Сочи стремитесь. Наше море ничем не хуже, как оказалось. В приюте в США живет кот, который просто обожает стоять на задних лапах. Отдаленно он напоминает героя из мультфильма про Кешу. Видно, что его и здесь неплохо кормят. За забавным четвероногим выстроилась уже целая очередь из-за его смешной особенности. И теперь он сам выбирает себе хозяина. Нет друзей? Сделай их при помощи пряжи и спиц. Мастерица из Америки делает точные копии своих родных и близких. Сначала она фотографирует людей со всех сторон, а потом снимает с них мерки. Скелетом служат железные палки, а далее она обвязывает их. В целом это выглядит очень правдоподобно и от этого даже жутковато. Ну, а какие интересные события произошли в жизни нижегородцев, они расскажут сами. Спонсор хороших новостей – индийская ярмарка «Экзотика Востока». У меня счастье, я приехала к бабушке погасить, она мне много всяких штучек разных интересных купила. И поэтому я счастливая, хожу по кровке и гуляю с хорошим настроением. Я наконец-то посетил за долгое время Кремль нашего города. Он очень красивый, очень преобразился за последнее время. Открывается очень красивый вид на стадион, вообще на нижнюю часть города. Она как-то более стала яркой, красочной. А мы недавно женились. Поздравляю. Только в Санкт-Петербурге. А сюда приехали в гости к родственникам маме. А ребенок закончила хорошо, у меня девятый класс. Сейчас десятый идет, благополучно. А собаку родила, щеняток. Внучка родилась у нее. Наш выпуск продолжит прогноз погоды. И вот что ожидает нас в ближайшие три дня. Спонсор рубрики прогноз погоды – автотехцентр «Поршень». Во вторник, 21 августа, днем в Нижнем Новгороде будет пасмурно. Плюс 27 ночью, плюс 17 небольшой дождь. 22 августа, в среду днем дождь, плюс 17 ночью облачно, плюс 11. 23 августа, в четверг, днем пасмурно, плюс 19 ночью, плюс 11 облачно. На этом наш выпуск завершен. Желаем вам только хорошего настроения, отличных новостей и до встречи в городе. Субтитры создавал DimaTorzok